Привет! Привет! Представься, пожалуйста. Меня зовут Синаида Власова, я из города Екатеринбурга. Работаю здесь менеджером в Пакет-Тейк-Парке. Как долго ты здесь находишься? Четвертый сезон. Я приезжаю на сезон, летом я уезжаю к себе в Екатеринбург, так как у нас там тоже такая же лебедочка. Почему ты стала тренером? Это моё. Я счастлива, когда я тренирую людей. Как так получилось? Где ты взяла первую тренировку свою? В Екатеринбурге. Я начинала с фейк-скейта. Это было очень тяжело для меня, так как все с фейка обычно начинают, а я с фейк-скейта. И из-за этого проблемы с поворотом, проблемы со стартом. Было тяжело, но всё-таки победила. То есть первый сезон я каталась на скейте. Почему вейкборд? Потому что вода, тепло. Красивые мальчики, красивые девочки, красивые люди. Когда ты первый раз попала в Пхукет-Вейк-Парк, какое впечатление у тебя было? Приехали мы с группой. Ну, что-то вроде лагеря было. Просто решили собраться. Приехать впечатление, конечно, вау. Очень полюбила. И причём я приехала первый год и тут же сказала, хочу тут работать, но в следующий год меня взяли сюда работать. Спустя четыре года тренировок, сколько людей ты поставила на воду? Ой, не сосчитать. Очень-очень много. Больше всего с кем любишь работать? С детьми, со взрослыми, с мужчинами, с женщинами? Любишь ты ставить трюки или вот работать с бегинерами? Ну, в силу своей возможности я трюки ставлю до определённого уровня. Нравится мне работать больше всего с девушками. Девушки погладистые, они слушают, они гибкие. С детишками я получаю много энергии. Ну, опять же, конечно, я отдаю, но получаю всё-таки больше. Ты сама катаешь. Катаюсь. Скажи, твой самый любимый трюк или вот предел твоих мечтаний? Ой. Рейлинг-блайн, наверное, на реверсе. Я сейчас особо флэк не катаю. Наверное, рейлинг-блайн на реверсе. Если что, к Вове обращайтесь с Лысенко. Так, Владимир Лысенко тренирует как раз. Расскажи, пожалуйста, о своих вейк-друзьях. Есть кого-то, кого бы ты хотела отметить в вейк-мире, с которыми ты вот сдружилась за последние четыре года, находясь здесь? Ой, очень много на самом деле людей. Привет Димке Мейсону, Ромке. Мы раньше с ними работали, вы, наверное, их все знаете. Ну, очень нравится, как Вова Лысенко и как человек, и как он преподает. Очень мягко, нежно с ним. Трюки все изи кажутся. Хочу отметить моего друга Макса Чумукова, который здесь нам в этом году помогал. Надеюсь, в следующем году он будет работать в Пукетской парке. Да, ведь? Расскажи немножко о себе. Ты в спорт пришла давно или для тебя спорт начался с вейком? Нет, у меня спорт со сноуборда начался. То есть я каталась на сноуборде довольно хорошо. Ну, потом на вейк перешла. Сейчас, в принципе, всегда вейк. Уже пятый сезон. А тайский бокс? А тайский бокс — это прям новое начало для меня. Заболела, заболела. Там нравится. Какие у тебя планы на будущее? В отношении Пукет-Вейк-Парка? В отношении Пукет-Вейк-Парка, в отношении Екатеринбурга, в отношении вейкборда, в отношении твоей личной жизни, возможно, развить какой-то свой бизнес. Есть у тебя какие-то? Бизнес-тур китайцы. Пукет-Вейк-Парк. Я сейчас учу еще китайский. Будем возить сюда китайцев. О, что-то новое я узнала о Дине сегодня. Дина у нас учит китайский язык, незаменимый работник. Есть какие-то сейчас детки, кого ты тренируешь и кого бы ты хотела отметить? Есть у меня девочка. Ну, они сейчас на Бали уехали. Мы ее варвар называем, ее Варя зовут. Но с таким характером, пять с половиной лет. Но настолько она гибкая, настолько она сильная. Она, ну, прям очень нравится с этим ребенком работать. Жалко, что, конечно, они уехали. Ну, и мама ее тоже классная. Привет, маме. А давай с тобой похвастаемся твоими достижениями официальными. Итак, итак, Дина у нас... У меня нет никаких достижений. ...является IWWW. Кем? У меня судьей. Только у меня мало-мало звездочек. Я еще начинающий. Мало звездочек, это сколько? Две и одна. Тебе было сложно на семинаре? Сложно в силу... Не всегда все я понимала. В силу того, что... Ну, семинар был на английском. То есть вначале понимаешь-понимаешь, а потом что-то выключается. И спрашивала у ребят. Спасибо большое ребятам, что подсказывали. Меня переводили точно. Сколько времени ты в целом проводишь на воде в день? Сейчас реже, так как у меня появился тайский бокс. А так часа по два, по полтора. Во сколько начинается день тренера? В семь утра. А заканчивается? Если реверс, то в шесть вечера. Если нет, то в девять. Что тебя вдохновляет? Достижения студентов, конечно же. Что ты скажешь тем ребятам, которые смотрят на Машу Волгину, на Макса Милгина, на Ариана Бланенко и говорят, я хочу быть таким же, как он? Берите пример. Учитесь, смотрите. Смотрите их видео на ютубе. Смотрите видео Вобы Лысенко. Там очень все подробно рассказано про эр-трюки, про трюки джибовые. Ну, хотелось, конечно, чтобы он джиблинга больше преподавал. Учитесь. Все в ваших руках, ребята. Спасибо тебе большое за твое время. Вам спасибо.